Вот когда в 92-м году я попал в автомобильную катастрофу, и в моей машине двое погибли, а я остался живой, я понял, что это как бы подарок свыше, и я пересмотрел все свои жизненные принципы, и я считаю, что очень изменился после этого. Хотя уходить из жизни мне было несколько случаев, как говорят, бог Троицу любит, но у меня было больше. Это теплоход Нахимов, который затонул около Новороссийска, и я на нем должен был идти в Сочи, а я накануне поменял свои планы. Или Афганистан, когда прилетели два снаряда, недолет-перелет, не было третьего случайно. Или съемки аншлага на Волге, когда я не хотел ехать в больницу, у меня болел живот, а мой товарищ, мой друг настоял, Александр Досман, и я поехал, и оказался перитонит. То есть, если бы я уехал по Волге сниматься, непонятно, что бы было. Так что я понимаю эту грань и стараюсь, как мой отец всегда говорил, сынок, делай добрые дела и не жди ответа. И все, что есть хорошего, делай людям при жизни. И дело в том, что если со мной что-то случится, я уйду из этой жизни. Ну, иногда заходи ко мне просто рассказать, как у тебя дела. А все почести нужны живым людям. Поэтому я периодически прихожу к отцу, к брату. У меня так получилось, что у меня на этом кладбище, где лежат мои близкие, там есть еще друзья. Валера Харламов, Женя Мартынов. Есть человек, великий наш дирижер, Юрий Силантьев. Рядом с отцом я кланяюсь, возлагаю цветочки, обхожу вот этот круг красивых людей и как очищаюсь. И потом иду и понимаю, что мне дарована жизнь, ее надо прожить, как говорил Островский. Чтоб не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.